Итак, первое изменение, новая отчетность, ежеквартальная, и это будут у нас даты 30 апреля, 31 июля и 31 октября. Как понимаем, по итогам года мы будем сдавать не 6 НДФЛ, а все ту же самую отчетность 2 НДФЛ. Да, годовой расчет. Вместе со справками 2 НДФЛ. А почему-то они разбили, поквартально теперь как это, пенсионно, что ли? Давайте, вот смотрите. Значит, у нас 2 НДФЛ сдаются, 2 НДФЛ поквартально не сдаются, а сдаются 6 НДФЛ. Они просто заменили 2 НДФЛ, годовой не расставили, а что-то делали. Да, годовой остался 2 НДФЛ, да. Просто делали как пенсионный, там, ну, так, так. Да, да. Итак, 2 НДФЛ мы не сдаем по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев. 2 НДФЛ сдаем по итогам года. У нас с вами 2 срока. Есть доходы, с которых вы удерживаете НДФЛ, и есть доходы, с которых вы НДФЛ удержать не можете. В каких ситуациях такое бывает? Ну, например, вы простили долг физическому лицу по какой-либо причине. Ну, может быть, он потерялся, уехал, пропал, вы его найти не можете. Прощенный долг – это его доход, правильно? Удержать НДФЛ вы с него не можете, потому что просто лишь списали его дебиторскую задолженность. Или же вы проводили какие-то розыгрыши призов и выдавали призы в натуральной форме. Вы обязаны сообщить налоговый орган о том, что человек получил доход, но удержать вы с него не смогли. Поэтому у нас с вами 2 даты. Первая дата. Вы подаете сведения о невозможности удержать НДФЛ. Указываете, на кого вы такие сведения подаете. И это еще одно из изменений, которое у нас связано с НДФЛ. Мы его сдаем один раз в году. Раньше это был один налоговый месяц, не налоговый период, а месяц один. Теперь у нас не позднее 1 марта 2 месяца нам дали на то, чтобы мы сдали справочку 2 НДФЛ о том, что удержать налог мы не смогли. Еще раз повторю, когда вы не выдавали деньги наличными, а доход у человека получился. Справку 2 НДФЛ о доходах, с которых удержали НДФЛ мы подаем также не позднее 1. Что касается новой отчетности, 6 НДФЛ я уже сказала до 1 числа, как там было правильно сформулировано, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. То есть это у нас будет 30 апреля, 31 июля, 31 октября. Но обратите внимание, сейчас на слайде у вас 6 НДФЛ, немножко другие даты. Как вы думаете, почему? Конечно, по всей вероятности у нас приходится на выходные, следом майские идут праздники, поэтому 6 НДФЛ мы будем сдавать с вами не позднее 4 мая. 1 августа, по всей вероятности 31 июля у нас тоже будет выходной день, наверное, воскресенье. Ну а 31 октября обычный будничный день. И посмотрите, итоговая отчетность у нас сдается в 2 формы, 2 НДФЛ и 6 НДФЛ. Но 2 НДФЛ мы сдаем до 1 апреля, а 6 НДФЛ 30 апреля. Давайте посмотрим саму форму. Значит, форма 6 НДФЛ стоит у нас из титульного листа, раздел 1 обобщенные показатели и раздел 2 даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц. Вы можете записать номер приказов Федеральной налоговой службы, которым эта форма утверждена. И в любом поисковике вы сможете ее, эту форму, увидеть и посмотреть, как она заполняется, но мы сейчас с вами это разберем. В новой форме отчетности мы показываем сведения не поквартально, а нарастающим итогом. Но, в общем-то, получается очень похоже, как и вы сдаете в пенсионный фонд. Что мы пишем? Нарастающим итогом цифры пишем, но в том числе за последние 3 месяца. То есть расшифровка по доходам идет только за 3 месяца. А общие суммы указываются нарастающим итогом. Давайте посмотрим. Письмо ФНС не успела записать. Письмо ФНС. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом. Ну, очень напоминает нам лист декларации, где сверху мы указываем ИНН и КПП. Если вы сдаете первичный отчет, то номер корректировки у нас ставится 3 нуля. Периоды. Значит, 21 ставится за первый квартал, 31 ставится за полугодие, 33 за 9, 34 за год, как налоговый период. Год указываете. По месту нахождения вашей организации 212 год. Здесь в наименовании налогового агента вы указываете сокращенное наименование организации. И только в том случае, если у вас сокращенного нет, а есть только полное, указываете полное. То есть сокращенного наименования вполне достаточно. А к ТМО номер телефона, количество страниц, количество листов ничем не отличается данный бланк от титульного листа любой другой декларации. Раздел 1. Обобщенные показатели. Мы указываем сумму исчисленного дохода. Для каждой ставки, видите, сверху стоит ставка налога 13%. Для каждой ставки налога будет свой раздел. Итак, сумма исчисленного дохода в том числе указывает сумму начисленного дохода в виде дивидендов. Если эти показатели отсутствуют, то вы указываете здесь 0. Видно, там 0 написано. Далее, сумма налоговых вычетов вами предоставлены и сумма исчисленного налога. В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов ставим 0. И фиксированного аванса у платежа тоже ставим 0. Если вы не платите авансом налог вперед. Итого по всем ставкам здесь количество физических лиц указывается. Указывается сумма налога, которую вы не удержали и сумма налога, которая удержали. Вот эти строки с 60 по 90, то есть итого по всем ставкам, они являются общими для всех разделов. Но заполняем мы только на первом листе, на остальных ставим прочерки. Теперь раздел 2. Даты суммы удержаний налога и перечисления в бюджет. 31 января. Общий доход. Мы разбиваем по датам выплаты, удержания налога и по срокам перечисления в бюджет. То есть смотрите, здесь у нас с вами 31 января полученный доход. 1 февраля уплаченный налог. То есть по датам выплаты, удержания налога и срокам перечисления в бюджет. То есть все записи из регистров вы сюда заполняете. Из регистра по налоговому учету. Следующие у нас обобщенные показатели. Здесь вот, например, ставка налога 15%. 15% это у нас дивиденды у нерезидентов. Да, у нерезидентов. Соответственно, розыгрыши, это ставка 35%. И вы указываете также сумму исчисленного налога. Сумма полученного дохода. Соответственно. В тот день, когда мы выплачивали доход, исчисляли доход 31 марта, мы указываем сумму исчисленного дохода. И 1 апреля сумма фактически полученного дохода и удержанного налога. Вот они здесь стоят. Видите, 130 и 140 строка. Сумма налога, дохода фактического полученного и сумма налога с него оплаченного. Далее. По шестой форме есть вопросы? А чего не хотят они добиться-то? Поймать нас, что ли? Нас поймать? Ну а как? Мы не доплачиваем это? Ну, не знаю по поводу поймать, не поймать. Но на самом деле мы же с вами платим налоги, удерживаем зарплату. Скажите, а кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, что просит у вас справку 2 НДФО для банка? Ну, было так. Да, да. И чего? Ну. А просит справочку какую? А, другую? Не давайте еще. Нет, мы не даем. Мы не даем. Значит, банки обращаются в налоговую инспекцию с информацией. Они не пошли сейчас? Они всегда туда обращались, службы безопасности, да, всегда получали сведения и так далее. Но я думаю, что это сделано немножко с другой целью, может быть, даже и нас проконтролировать в какой-то степени, да. Потому что мы платим это тоже нерегулярно, согласитесь. И отследить весь денежный поток за год, наверное, у них все-таки это проблематично. За три месяца гораздо проще это сделать. Ну и мы уже понимаем. Кто кого обгонит. Итак, еще раз обобщая то, что сказала, напомню, что здесь мы пишем нарастающим итогом, но сумму указываем только за три последних месяца. По суммам вот здесь внизу, да, в этих разделах вторых, датой суммы фактически полученных доходов и удержанного налога мы указываем с вами. Не понимаю, а это самая удержанная, как она накопительная, если мы на 31-е общую сумму. Наверху. А здесь у вас идут ваши начисления доходов до последних три месяца. Так. Следующее изменение по НДФЛ. Федеральный закон 113 от 2 мая 2015 года нам предъявил новый вид ответственности. Ужесточаются, конечно, контрольные показатели со стороны налоговых органов, и они за недостоверные сведения 500 рублей за каждый документ с недостоверными сведениями будут нам выписывать штрафные санкции. Тысяча рублей. Почему тысяча? Нет, ну и тысяча. А, непредставление отчета, да, установленный срок, штраф тысяча рублей, да. И еще, конечно, очень печальная эта ситуация, установлена возможность приостановления операции по расчетному счету. Вот это вот самое неприятное, да, из всего этого, когда у вас блокируются счета, и блокируются, причем все счета, они ведь из налогов и рассылают приостановление во все банки, в которых у вас открыты счета. Из-за того, что там неправильно был представлен отчет, или не дошел отчет, или еще в какой-то виде. Вот про эту ответственность вспомните. Далее, изменение второе. Как у нас было с перечислением НДФЛ? У нас было всегда, что в тот день, когда мы выдаем доход человеку, мы должны в этот день, позднее этого дня, перечислить деньги в бюджет. Какие у нас с вами сроки теперь с 16-го года? У нас с вами есть срок до конца месяца. Не привязан день в день, да. Срок идет на месяц. Ну да, если человек уходит в отпуск, например, 20-го числа, вы ему выдаете, какого числа, 17-го, отпускные, перечислить НДФЛ вы когда должны? Ну, до 30-го, 31-го числа. Да, да, да. Со всех остальных доходов перечислять НДФЛ в бюджет следует не позднее дня, следующего за днем их выплаты. Итак, отпускные до конца месяца НДФЛ. По всем другим выплатам не позднее дня, следующего за днем их выплаты. То есть у нас с вами было не позднее дня, в котором производится выплата, теперь это все удлинили на один день. Кроме отпускных, отпускные чуть ли не на месяц можно оттянуть. Следующее важное изменение, о котором надо вспомнить, это, конечно же, стандартные налоговые вычеты на наших детей. Мы предоставляли стандартные вычеты до тех пор, пока годовой доход сотрудника или человека, получающего доход, не достигал у нас 280 тысяч рублей. Сейчас этот лимит дошел до 350 тысяч рублей. А скажите, пожалуйста, если в прошлом месяце у него был доход 300 тысяч и у него зарплата 51 тысяча рублей, когда вы последний раз предоставите вычеты? Предыдущему. В этом месяце нисколько не будете предоставлять. Да? Все знают? Улыбаются? Все знают? Хорошо. Но за год нарастающий. Понимаете, если зарплата у человека 50 тысяч рублей, то 7 месяцев мы можем предоставлять ему стандартные вычеты. Но если вы в каком-то месяце дадите ему премию, хоть 2000 рублей, то в последний месяц, в седьмой, он уже этот вычет не сможет получить. Мы, конечно, улыбаемся по поводу вычетов, потому что 1400 – это довольно-таки маленькая сумма по налогу. Сколько там? 182 рубля. 182 рубля получается. Да. 182 рубля. Конечно, в масштабах семьи это, наверное, не очень много. В масштабах государства – это другие цифры. Ну и, конечно, можно вспомнить о таком, ну, не знаю, как сказать, казуистическом ситуации такой, вот, когда родители, например, разводятся, и каждый из них потом женится и выходит замуж. Вы же знаете, что вы будете предоставлять вычет кому? В семь четверым. В семь четверым. В семь четверым. С ними не живет, а живет в семье у первой жены. Знали, да? Повышаются стандартные вычеты на детей инвалидов в возрасте до 18 лет. Был у нас вычет 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей. Сейчас он повышается до 12 тысяч рублей, если ребенок инвалид первой или второй группы, учащейся очной формы обучения. Значит, в этом случае право на вычет имеют родители и усыновители таких детей. Для опекунов, попечителей и приемных родителей такой вычет составляет 6 тысяч рублей, но это все равно в два раза больше, чем в прошлом году. То есть это серьезное идет повышение. У кого-то зарплата вся 12. То есть, в принципе, серьезная экономия. На слуху у нас сейчас изменение следующее, что можно у работодателя получить социальные вычеты. Ну, мы их и так получали, в общем-то, если через работодателя проходили платежи, например, на дополнительную часть страховой пенсии, нами самими оформленными. В 2016 году перечень вычетов социальных пополнился вычетом на лечение и обучение. То есть у нас с вами расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, если договор страхования жизни заключен на срок не менее 5 лет, и на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Теперь это будет у нас лечение и обучение. Но, когда я зашла на сайт налоговой, я лишний раз убедилась, что ничего у нас сильно не изменилось. Посмотрите, последнее предложение на данном слайде. Кроме письменного заявления, сотрудник должен подать работодателю подтверждение права на получение социальных вычетов, которые он получит где? В налоговом органе. Поэтому декларацию 3НДФЛ мы все равно сдаем в налоговый орган. Если у нас не было каких-то предыдущих доходов, или же вы не хотите ждать, когда вам государство вернет деньги, вы можете получить уведомление, принести их, это уведомление работодателю, и работодатель не будет удерживать зарплаты НДФЛ, пока ваш доход не достигнет той суммы, которую вы потратили на лечение или обучение. Но все равно подтверждение же камералка будет, в любом случае, 3 месяца, а то только дадут, что я там. Конечно. Но вы же знаете, что если у нас с вами идет вычет, то он не привязан к никакой дате. Вы не можете, вы не обязаны ждать 1 апреля следующего года. Сегодня, закончив обучение, вы можете сегодня обратиться в налоговую инспекцию, они проверят документы и выдадут уведомления. А, то есть на истечении года? Конечно. И вы придете к работодателю, и работодатель, выплачивающий вам доходы, сегодня не будет вас удерживать НДФЛ. А если самостоятельно, то только в истечении года? Конечно, вы должны будете принести декларацию, в которой будет указана сумма дохода, с которой вам вернут деньги. То есть разницу услышали. Что касается добровольного страхования жизни. Помните, там на предыдущем слайде у нас было про 5-летний срок такого договора. И если этот договор расторгается раньше, когда не истек 5-летний срок его действия, то сумма взносов страховая компания обязана удержать НДФЛ. Но, смотрите, мы же с вами что сделали? Мы пошли заключили договор на страхование. К примеру, заплатили страховую сумму. Подали декларацию в налоговую и заявили социальный вычет. Нам налоговая вернула 13% с этой суммы. Если мы расторгаем договор, получается, что компания страховая нам выплачивает обратно наше вознаграждение. Ну, свое страховое вознаграждение, свою страховую выплату. И если вы подавали на вычет, то тогда вы у страховой недополучите сумму на сумму удержанного НДФЛ. Но, если вы не заявляли такой вычет, то можно будет предоставить справку в страховую компанию, и налог удерживать они не будут. Что касается справки. Новой формы справки пока еще нет. Есть письмо Федеральной налоговой службы от 10 февраля 2016 года, то есть совсем недавнее. БС 4-11-2150. Есть форма, рекомендованная этой справки. Потому что предыдущая справка у нас для этого не годится. Но вы еще не утвертили. Минюсте ее пока не зарегистрировали. Поэтому можете ориентироваться на это письмо от 10 февраля 2016 года. Следующее изменение, которое у нас произошло. Справочка 2 НДФЛ с признаком 2. Я ее уже вспоминала сегодня, когда у нас был слайд, в какие даты надо подавать отчетность. Признак 2 – это справка о невозможности удержать НДФЛ у работников. То, что у нас было с вами до 1 февраля, теперь не позднее 1 марта. Удлинили сроки. Мы тут удивились недавно. У нас преподаватель получил письмо из банка. Он говорит, я в этом банке уже 3 года не обслуживаюсь. 3 года назад я закрыла расчетный счет. И они ему прислали 2 НДФЛ, написали, что у него там доход в размере 300 с чем-то рублей. И они прислали ему справку 2 НДФЛ, в которой сказали, что вы должны будете уплатить НДФЛ в налоговую самостоятельно. Он ко мне подходит и спрашивает, а что это такое может быть, если я в этом банке уже 3 года не обслуживаюсь? Я говорю, наверное, прощенная комиссия. А что еще там может быть в банке? Согласны? Ну, если 3 года назад, 3 года они ждали, когда он придет. Срок исковой давности закончился. Они ему простили. И заявили на него в налоговую инспекцию. Вы знаете о том, что 2 НДФЛ мы сдаем в основном в электронном формате. Но есть организации, которые продолжают сдавать в бумажном варианте. И в 2015 году у нас было ограничение 10 человек в организации. Тогда можно было сдавать в бумажном варианте. А если же сейчас вознаграждение получает у нас 25 человек, вернее, менее чем 25 человек, тогда можно сдавать в бумажном варианте. Если работает 25 и больше, то тогда в электронном формате. Никто не сдает бумаги. Так? Электронно? С кеткой и налоговой. Да? С кеткой и налоговой. Ну, это в электронном все равно формате вы же несете. Конечно. Еще один нюанс, который, в общем-то, в крупных компаниях очень часто встречался. И с этим вопросом ко мне обращались неоднократно. Выходит, учредители состава общества. Мы выплачиваем ему его долю. Надо ли эту сумму облагать НДФЛ? Была целая дилемма. Многие эти вопросы мы обсуждали. И, смотрите, есть такие, вот в 2015 году эта ситуация была спорная, потому что либо учредитель добровольно выходит из ООО, то есть не продает свою долю фирмы, просто реализует законное право покинуть компанию. Если это так, то есть он не продал свою долю, а вышел и забрал свою долю, то тогда он права на вычеты не имел. И со всей суммы, которую ему выплачивала организация при выходе, должны были удерживать НДФЛ. Если же он реализовывал, продавал свою долю фирмы, то есть по какой-то цене, то там была разница между тем, что он вложил в фирму и тем, что ему выдали. Вот эта разница облагалась НДФЛ. То есть у нас получался доход, уменьшенный на сумму участия его до этого. Сейчас, с 2016 года, в любой ситуации, когда участник выходит из общества, он сможет получить вычет по НДФЛ в размере стоимости его доли. Скажите, эта ситуация понятна или еще? Или никто не выходил ни у кого никогда? Ну, ликвидация организации, вы же сначала закрываете все долги, а потом выплачиваете что? Ему, если что-то остается учредителю, то ему выплачиваете. Так вот, раньше, в этом случае, при ликвидации получалось, что компания же не выкупает у него ничего, а просто ему оставалось, что оставалось. Вот с этого, что оставалось, надо было платить НДФЛ. Сейчас он может эту сумму уменьшить на ту сумму, которую он внес. Вообще, это был парадокс, если честно. То есть вклад в уставный капитал, он несет же расход какой-то, пусть это 10 тысяч рублей, но он же несет расход. Почему, когда ему выплачивается его реальная стоимость, не уменьшить на ту сумму, которую он вносил? И вот это вот стояло большим вопросом у всех, то есть как-то это очень некорректно было. Сейчас законодатели этот вопрос обсудили и предоставили эту возможность. Просто чисто вот в налоговом кодексе такие формулировки у нас косноязычные были, которые бы не давали возможности предоставлять ему вычет. Еще одна больная тема про срок владения недвижимостью, чтобы при продаже не платить налог. У нас было 3 года. Начиная с 2016 года, минимальный срок владения недвижимости для освобождения от НДФЛ будет составлять 5 лет. Ну, например, вы квартиру получили по приватизации. Затрат в этом случае у физического лица не было никаких. И если человек продавал до 3 лет владения этой квартирой, эту квартиру, то он должен был платить 13% со всей стоимости, которую он получил. А вычет у нас там был миллион рублей на недвижимость. То есть весь доход от московской квартиры уменьшенный на 1 миллион вычета. И эта сумма облагалась НДФЛ. И достаточно было человеку 3 года прожить в этой квартире или просто владеть ею. А через 3 года можно было продавать, и это уже не было налогооблагаемым доходом. И даже декларацию сдавать в этом случае было не нужно. Сейчас этот срок увеличили до 5 лет. Но здесь надо вот о чем помнить. Что это правило будет распространяться только на те объекты недвижимости, которые в собственность попали после 1 января 2016 года. То есть если квартира была куплена, например, в 2015 году, а продается в 2016 году. Не, не в 2016, но в 2018. Если после 2018 года продается, то действуют правила тех лет. Если будет продаваться квартира, купленная уже в 2016 году, то тогда надо будет отодвигать до 2020 года. Есть исключения. Недвижимость, полученная в рамках договоров дарения по наследству, по договорам ренты или приватизации, для этих ситуаций срок останется 3 года. Очень многие делают подарки междусемейные, передачи, продажи и так далее. Скажите, а если мы берем, допустим, купили квартиру, через год продали, одна разница, у них файл накладывается? Значит, у вас есть два варианта. Если есть документы, подтверждающие фактические расходы по ее приобретению, то налоговой базой будет являться разницей между выручкой и вашими расходами. Если у вас нет документов, то вы можете воспользоваться имущественным вычетом в сумме 1 миллион рублей. Теперь, что касается размера облагаемого налога доходом в случае продажи объекта недвижимого имущества. С чем мы сталкивались очень часто? В договорах купли-продажи писали заниженную цену сделки для того, чтобы налога платили меньше. Ну, конечно, когда-то это должно было закончиться, и это закончилось. Что они здесь придумали? Смотрите, если ваш доход от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7, то есть 70% от кадастровой стоимости. Ну, например, ваша квартира по кадастру стоит 10 миллионов, 70% это 7 миллионов. Так? От 10 миллионов квартиры 7 миллионов. А вы продали, например, за 6, в договоре написали. В налоговую базу вам будут включать 7 миллионов. Ну, у нас рыночные цены регулируемые, да? Уже давно действует 105-я статья в налоговом кодексе. И то, что творится на таможне, конечно, сильно не соответствует справедливости. Мы можем купить с вами все, что угодно в Китае, например, за 3 копейки, но таможенная стоимость будет считаться, исходя из среднестатистических показателей и так далее, которые установлены на таможне. И вы налоги будете платить за таможенные пошлины, исходя из этих показателей, а вовсе не из контрактной стоимости. То же самое и здесь. Ну, вот они все равно считают, что понижающий коэффициент 0,7 – это вполне достаточное явление. То есть, если вы будете идти на срочную сделку, искать быстро клиента, то налог вы будете платить все-таки суммы больше. Вот такая вот петрушка. Что касается кадастровой стоимости, то даже по налогу на имущество, ну, так хочу сказать, что если вы видите кадастровую стоимость слишком завышенную, вы имеете право обратиться в кадастры, чтобы они ее пересчитали, подкорректировали, потому что она не соответствует, например, действительности. Да? И в случае, если был сделан пересчет, то налог на имущество, вот, у организации, к примеру, будет тоже пересчитан. Поэтому, конечно, мы проверяем, контролируем, смотрим, особенно, когда занимаетесь вопросами продажи недвижимого имущества. Следующее изменение затронуло материальную выгоду. Когда мы сталкивались с вами, как налоговый агент с материальной выгодой? Когда, например, сотруднику выдавали беспроцентный займ. Эта тема знакома, нет? Отдаленно. Смотрите, если человек, физическое лицо, идет в банк и берет кредит, он же платит с этого процента. Да. Да. Что касается материальной выгоды, то у нас здесь есть 212-я статья в налоговом кодексе, в которой написано, как посчитать материальную выгоду. Например, по физическим лицам, которым вы выдаете займы, если ваш процент по этому договору меньше, чем 2 трети ставки рефинансирования. Ну, например, ставка рефинансирования 8,25, 2 трети – это где-то получается 5,5. Значит, если вы выдали займ меньше, чем по 5,5%, то вот эта разница будет являться его материальной выгодой. Сколько он сэкономит на процент? Есть другой вариант ему уплачивать всю сумму процентов, но в любом случае здесь головная боль получается только у бухгалтера. Если раньше мы считали его материальную выгоду, когда он возвращал нам займы, то есть в тот момент, когда он возвращает, он нам как бы не доплачивает эту энную сумму. В этот момент мы считали материальную выгоду и с этой материальной выгоды считали налог. Причем налог серьезный – 35% ставка с материальной выгодой. То теперь это нужно будет считать каждый месяц, вне зависимости от того, возвращает он займ или не возвращает. То есть каждый месяц при расчете зарплаты вы садитесь и считаете, сколько человек сэкономил на налоги. Что касается материальной выгоды и 212-й статьи. Здесь написано, что материальная выгода от экономии на процентах – раз. Материальная выгода получена от экономии на процентах за пользование средствами, которые получили на строительство дома, квартира. И в целях рефинансирования – перекредитование. Или еще, например, у вас может быть ситуация, когда ваши работники покупают товары на вашем предприятии дешевле, чем предприятие эти товары реализовывает. У него тоже есть материальная выгода. Нет, все равно ставка рефинансирования. Я посмотрела сейчас просто налоговый кодекс, изменился или не изменился. У нас же сейчас идет привязка все к ключевой ставке. Нет, в этой статье у нас осталась ставка рефинансирования. 212-я. Анна спрашивает, какая статья? 212-я. А что касается валютных отношений, то тогда у нас 9% годовых берется за базу и смотрится, сколько процентов было, исходя из условий договора, прописано. Вот таким вот образом. То есть посмотрите внимательно 212-ю статью. Следующий момент. Внесли ясность, куда нам отчитываться по работникам, которые закреплены за обособленными подразделениями. Раньше это вызывало у нас споры, потому что каждый бюджет хотел получить деньги в свой карман, соответственно, если у вас обособленные подразделения находились где-то в другом регионе. Теперь отчитаться по НДФЛ за работников обособленного подразделения нужно по месту нахождения этого обособленного подразделения. Четкая формулировка. То есть мы не сдаем по головному предприятию, а отчитываемся в тот регион, где у нас есть обособленное подразделение. Если помните, такая ситуация. В какие даты у нас считается доход полученным? 223-я статья Налогового кодекса. И там написано, что у нас 15 февраля 2016 года были внесены здесь поправки, и в дальнейшем они тоже еще будут вноситься. То есть там, помните, например, когда мы передаем в натуральной форме доход, то когда мы должны отразить доход в день передачи. Что касается аванса, помните, аванс у нас не считался никогда доходом. И мы всегда удерживали налог только лишь когда зарплату начисляли. У нас в этом пункте не изменилось ничего. То есть, как звучало, так и звучит. При получении дохода в виде оплаты труда, дата и фактического получения дохода признается в последний день месяца, за который был ему начислен доход. Но по всем остальным моментам надо будет обязательно посмотреть. Ну, например, прибыль контролируемой иностранной компании. То есть на какое число? В 2016 году у нас как раз внеслись поправки. В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца. Помните, если человек увольняется, в какой день вы должны были перечислить налог? Сейчас звучит фраза так. Датой фактического получения дохода считается последний день работы. Нет, это я не то, прочитала что-то, за который был начислен. Сейчас хотела сказать и потеряла мысль. Нет, последний день тот же самый, за который он работал. Где-то у нас еще поправки в 2016 году. 2014-2015. Вот они еще не все прошли, они еще обсуждаются. Здесь в основном проконтролируемые сделки и иностранные компании. Пока это все зафиксировано. Но этот пункт себе, 223-ю статью, тоже поставьте под контроль. Обязательно. Потому что если мы не будем его исполнять, она обязательно у нас изменится в ближайшее время. Людмила Ильична, а если человек увольняется фактически в выходной день, а в кассе организации мы наличными не используем столько перечислений, уже не можем последний день, получается, повечить? А у нас тогда... В следующий день у нас всегда... А вы можете ему выплатить в выходной день? А как? Нет, перечислить? Нет. Вы на банк, да, ему перечисляете? Но вообще у нас идет, он должен получить в последний день работы, а у вас по всей вероятности график работы не совпадает с графиком работы банка. Тогда, конечно, в понедельник. Да. Да, потому что это надо было обязательно просчитать же ему, да, и в день выплаты. Так. Еще у нас федеральный закон 320, который внес изменения тоже в налоговый кодекс. Например, физическое лицо подает в суд, должен заплатить судебные расходы, оплачивает их, и потом ему организация выплачивает проигравшие. Если организация проиграла, она ему возмещает судебные расходы. Значит, раньше это тоже был спорный вопрос. Получалось, что физическое лицо имеет доходы в виде возмещения расходов судебных. Освободили. И уточнения были сделаны в 214 статье для обеспечения единого подхода к налогообложению НДФЛ доходов физических лиц, полученных от размещения денежных средств во вклады в банках, расположенных на территории РФ, в кредитных потребительских кооперативах и сельхозкредитных потребительских кооперативов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова